Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. И сегодня я покажу, как в домашних условиях приготовить очень эффективный, омолаживающий, увлажняющий дневной крем для кожи лица, шеи, зоны декольте. Крем, который сегодня вместе с вами будем делать очень эффективно, разглаживать морщины. Подходят именно в качестве летнего увлажняющего ухода, подходят для всех типов кожи, подходят для женщин любого возраста. Так что видео будет полезным, информативным. Устраивайтесь поудобнее и всем приятного просмотра! И, мои дорогие, конечно же, очень трудно подобрать эффективное омолаживающее и увлажняющее средство на летний период в качестве дневного крема. В летнее время увлажняющий крем становится основным уходовым средством, потому что как раз именно в качестве дневного крема нужно активно увлажнять кожу. Для приготовления этого крема нам понадобится гель алоэ, либо сок алоэ вера, либо крем с алоэ вера. В общем, компонент алоэ очень эффективен в качестве хорошего увлажнителя для кожи. Поэтому компонент, который имеется в составе крема алоэ, он просто незаменим, необходим. У меня гель алоэ. Я очень люблю использовать этот гель в качестве наполнителя различных масок и различных кремов. Для приготовления нам понадобится одна ложка этого геля. Если у вас нет геля, можно использовать и сок алоэ. Просто очищайте от кожуры. Здесь вот количество я уже добавила. Да, и перед началом, конечно, подготовьте баночку, потому что это очень важно. Крем этот будем готовить на 10-дневный курс. Поэтому баночка должна быть стеклянной, герметично закрываться, чтобы не попадал лишний воздух. И, в общем-то, все должно быть на таком высоком, хорошем уровне. Следующий компонент – это еще один базовый крем, который, возможно, вас не устраивает в плане эффективности. Таким кремом у меня является крем L'Oréal. Это такая, можно сказать, даже антиреклама. Крем этот недостаточно питателен для именно эффективного ухода. Поэтому в качестве базового крема он тоже очень хорошо подходит. Я добавляю также ложку базового крема. В качестве базы для сегодняшнего рецепта могут подойти и кремы от концерна «Свобода». Это может быть крем «Вечер», это может быть недорогой детский крем. Даже кремы, которые, возможно, очень дешево стоят, эффективности в них нет. Но именно та базовая консистенция, она, во-первых, будет, скажем, в качестве удобства нанесения хороший эффект давать. И, к тому же, усилит те питательные компоненты, которые в этом креме есть. После добавления каждого из ингредиентов нужно хорошо все вмешивать. И крем сегодня получается у нас очень легкий, воздушный, питательный и одновременно очень хорошо увлажняющий. Следующий компонент – это, конечно, гиалуроновая кислота. Гиалурон – это самый лучший увлажнитель для кожи. Некоторые спрашивают, чем можно заменить гиалуроновую кислоту. Я предлагаю в качестве заменителя гиалуроновой кислоты использовать блефарогель-1. В составе блефарогеля на первом месте, первым и самым активным компонентом выступает гиалуроновая кислота. Поэтому его тоже можно использовать. Достаточно 3 капли гиалуроновой кислоты на тот объем, который сегодня делаем. У меня гиалуроновая кислота в гелевой основе, на гелевой основе тоже. Кому интересно, дам ссылку, где я покупаю гиалуроновую кислоту. И вообще все, что касается информации по поводу гиалурона, тоже на моем канале вы можете найти. Какую работу, какую функцию несет гиалурон для омоложения кожи лица, тоже можете узнать. И также можете приобрести это средство. Так, 3 капли гиалуроновой кислоты. 1, 2, 3. Гиалуроновая кислота очень хорошо уплотняет кожу, увлажняет, задерживает влагу. И, конечно, незаменима в приготовлении домашних средств ухода за кожей лица. Следующий компонент это глицерин. Глицерин хорошо смягчает кожу в чистом виде. Глицерин использовать нельзя, так как он обладает очень интересным свойством забирать влагу. Если нанести его в чистом виде, то вы получите обратный эффект. Если глицерин добавить в маску, в какой-то крем, эффективность увлажняющего эффекта будет в разы усилена. Также добавляю 3 капли глицерина. Глицерин это белая бесцветная жидкость без запаха. Немного вязкой такой консистенции. Также нужно все хорошо перемешать. Следующим очень важным компонентом для этого крема выступает витамин D. Витамин D очень эффективно восстанавливает кожу, структуру кожи. Улучшает тургор кожи. Улучшает цвет. И, в целом, если вы вовнутрь даже будете принимать витамин D, очень хорошо улучшает иммунитет. В общем-то, витамин D, тем более, если вы не любительница загорать. У меня витамин D вот в капсулах. В самой капсуле примерно 5 капель. Если у вас есть витамин D в другой форме выпуска, тоже ориентируйтесь именно на соотношение такого количества. То есть, вот 3-5 капель. Добавляем. Также все хорошо перемешиваем. Следующий компонент это оливковое масло. Оливковое масло также очень хорошо увлажняет кожу. Очень хорошо питает, уплотняет. Мои дорогие, кто вместе со мной уже сделал оливковое масло с лепестками роз, я показывала, как его сделать. Либо кто уже сделал оливковое масло с цедрой, цитрусовых, тоже можно его использовать. Кто еще не знает, как это все можно сделать легко в домашних условиях, посмотрите видео. Ссылки на то, как приготовить розовое оливковое масло, я оставлю в первом закрепленном комментарии. Так что всю нужную информацию вы, конечно, можете там найти. Этим маслом я пользуюсь тоже регулярно. И добавляю, конечно, в различные маски, кремы. Этого масла нам достаточно тоже капель 5. Для того, чтобы лишнего блеска и лоска не было, добавляю 5 капель розового масла оливкового. Тоже этого количества достаточно. И крем этот нужно использовать в качестве дневного крема. Очень хорошо этот крем будет увлажнять и сухую кожу, и жирную кожу. Не путайте, пожалуйста, кожу сухую, пересушенную и кожу обезвоженную. Для именно ухода и уплотнения от морщин, от мелких, именно степень увлажненности играет большое значение. И вот этот увлажняющий крем очень хорошо именно с этой проблемой справляется. Так что он подходит и для сухой кожи, и для жирной, и для комбинированной. Для чувствительной кожи тоже очень хорошо подходит, если у вас нет аллергии, скажем, на алоэ, либо, возможно, на лепестки роз, либо есть индивидуальная непереносимость. Но этот крем очень легкий, очень хорошо наносится. Наносить нужно после утреннего умывания, после тонизирования. Умыли кожу лица, протерли кубиком льда, и можно наносить этот увлажняющий крем. Крем использовать только в качестве дневного крема. В качестве ночного крема используем обязательно питательный крем, что в течение ночного времени будет также бороться с морщинами, либо делаем питательную маску перед сном. Крем этот наносить по кожным массажным линиям. После нанесения крем очень быстро впитывается, и практически через 5-7 минут можно наносить декоративную косметику, если вы ей пользуетесь. В идеальном варианте этот крем хорошо подходит и для выхода на улицу, то есть крем не стимулирует и не образует пигментацию. Также очень хорошо подходит и для... в момент занятия спортом. В общем, универсальный питательный увлажняющий крем. Этот крем нужно держать в холодильнике, так как в состав его входит либо сок алоэ свежий, чтобы не испортился. Крема вот той порции, которую сегодня мы с вами сделали, достаточно для использования курса в течение 10 дней. После того, как этот крем закончился, можно сделать перерыв. И обязательно смотрите мои следующие видео. Будем готовить следующую порцию уже, естественно, с другим составом. И обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. И я надеюсь, что вы, как всегда, с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока.